Всем привет, друзья! Групповой этап Лиги Чемпионов официально завершился, и после прошлого сезона невероятных камбэков и сумасшедших интриг наступила серая реальность. Топовые чемпионаты показали всем, почему они топовые. А прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что постоянный партнер моего канала компания MarathonBet стала партнером Мадридского Реала и запускает отличную промо-акцию. Сделай прогноз на три матча и выиграй миллион! Поездки на футбол в Англию или Испанию, айфоны, футболки клубов и многое другое. Акция действует до 18 января, а подробности вы сможете найти по ссылке в закрепленном комментарии. Итак, вчерашний день в Лиге Чемпионов был, к большому сожалению, с очень маленьким количеством интриг. Например, в группе A Реалы ПСЖ спокойно обыграли своих аутсайдеров, потому что эти аутсайдеры слишком слабы на фоне даже не совсем основных составов фаворитов. Галатасарай, конечно же, по именам может пободаться, но только по именам. Например, как говорил Мирон Маркевич, когда его приглашали работать в Турцию, он спрашивал тогда у турков, «Зачем вы покупаете футболистов, которые в Европе уже не нужны? Ну, неужто они дадут вам результат?» На что турки отвечали, «Да, у нас так просто принято». Поэтому турки пана покупали себе футболистов для того, чтобы за весь групповой этап Лиги Чемпионов забить аж один гол, один гол за шесть матчей. Все-таки, наверное, надо там пересмотреть немного трансферную политику. Но Брюге был немножечко сильнее и удачливее, чем Галатасарай, что в личных встречах, хотя там, по-моему, две ничьи было, но Брюге хоть что-то показывал. И еще в матчах против фаворитов Брюге зацепил очки в Мадриде. Поэтому Брюге пойдет, ну, хотя бы в Лигу Европы. А Галатасарай в Еврокубках делать нечего. Вот вам и цена тех подписанных Нзонзи, Наготомо, Сири и так далее, так далее, Фалькао. Вот вам, пожалуйста, цена. Группа B. В этой группе фавориты тоже были определены. Давно понятно, кто выйдет дальше, Бавария и Тоттенхем. Олимпиакос был немного удачливее в матчах против фаворитов. Да, пусть он и не брал там очки, но Цервяна Звезда просто в разгром. А Олимпиакос пытался хотя бы бороться, забивал два мяча Тоттенхему. Поэтому вполне справедливо, что в последнем туре Олимпиакос все-таки обыграл у себя дома Цервяну Звезду и вышел хотя бы в Лигу Европы. Но до Лиги Чемпионов что одним, что другим, очень, конечно же, далеко. А вот матч Баварии и Тоттенхема, который закончил победой Баварии 3-1. Когда в составах не было Ливандовски и Кейна, все сразу стало понятно. Цена этого матча никакая. То есть никто не хотел получить травмы для лидеров. Хотя Бавария все-таки не удержалась и получила одну травму. И мы об этом отдельно чуть сейчас поговорим. Но в принципе не важен был результат. Абсолютно. Мауриньо выпустил больше молодых, чем Флик. Поэтому Тоттенхеми проиграл. Это самый простой анализ. Но понимаете, есть разница в классе, разница в опыте. Поэтому Бавария должна была здесь выиграть. Этот матч запомнился травмой Кинсли Коммана. Вот как раз-таки травма одного из ведущих футболистов. Причем помните, как травмировался Курдзума, когда он выпрыгивал на мяч, еще играя за Челси тогда, еще до Эвертона. Выпрыгивал, сыграл головой и приземлился на одну ногу. И эта нога в коленном суставе чуть согнулась. И там был разрыв. Страшное вообще дело. Вот Кинсли Коман примерно такую же травму получил. Но странно, почему он ее получил. Потому что, во-первых, он не выпрыгивал, он не приземлялся на ногу. Он просто бежал. И во время бега коленный сустав начал шататься. Ну и все. И нет Кинсли Коммана на какое-то время. Там нет разрыва такого, как был у Зума. Он сам поковылял потом. То есть, как бы он становился на ногу. Конечно же, это займет определенное время. Но я вам напоминаю, восстановление я имею в виду. Но я вам напоминаю, что Кинсли Комман это человек, который обещал закончить футбольную карьеру, если его тело не будет выдерживать игры в футбол. И у меня вообще куча вопросов. И самый главный, почему он сломался просто во время бега? Он не прыгал всем весом на ногу. Как можно было так бежать? Видимо, там что-то не в порядке. Но если человек в столь раннем возрасте заявлял о том, что у него есть проблемы со здоровьем, то мы видим, вот с каждым годом они становятся все более и более явными. Хотя, конечно же, хочется, чтобы футболисты не заканчивали так рано. Да и потом, возможно, он и не закончит, потому что, ну, такие контракты, ну, как бы грех от этого отказываться. Нужно просто поработать над восстановлением. И еще этот матч запомнился голом, дебютным голом Сесеньона за Тодденхэм. Я все думал, где Сесеньон, где? Ну, его торговали почти все клубы Англии. Фулхэме он был, одним из лучших еще в чемпионшипе. Потом провел сезон в АПЛ. И вот, наконец-то, его взяли, его взял Тодденхэм. И где-то что-то Сесеньон пропал. Я не знаю, он играл в начале сезона или нет, возможно, я как-то пропустил, но в последних матчах я его не видел. Вот, наконец-то, он сыграл, он забил сразу дебютный гол и забил в ближний угол Мануэлю Нойру. Нехилое такое начало бомбардирской карьеры Сесеньона, потому что он играл-то повыше. Он не играл левого защитника, как он играл в Фулхэме. Он играл повыше, поэтому он получил момент, он забил красавчик. Он поставил, таким образом, рекорд Тодденхэма по самому молодому бомбардиру в Лиге Чемпионов. Ему еще нет 20 лет, он уже забил. Вообще, заметьте, да, сколько молодых рекордов побилось в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Сначала самый молодой хэт-трик Холланд. Потом, если не ошибаюсь, самый молодой хэт-трик Родриго. То есть, Холланд долго не продержался, если я ничего не путаю. Потом, самый вообще молодой гол в истории Лиги Чемпионов, это Фати, вот, буквально позавчера. Вот сейчас самый молодой гол в истории Тодденхэма, хотя бы тоже локальный, но все-таки рекорд. То есть, футбол омолаживается, рекорды тоже постепенно омолаживаются. И гордость-то есть у Тодденхэма, есть чем гордиться, да, после матчей против Баварии, потому что они проиграли им по сумме 10-3. А Арсенал, их враги, проиграли Баварии однажды по сумме 10-2. А, поэтому, вот такой вот повод для гордости, но все-таки есть преимущество над Арсеналом, хотя бы минимальное. А в группе D, Атлетико Мадрид вполне ожидаемо обыграл дома Локомотив в последнем туре у себя дома и гарантировал место в плей-офф. Это был их запасной план, и он сработал. Поэтому Байер в матче против Ювентуса у себя дома мог уже даже не стараться, потому что им ничего не светило. Но, хотя бы побороться с Ювентусом надо было, потому что Ювентус вышел с неосновной обороной, но 0-2 в пользу Ювентуса по итогу. Как бы, я не скажу, что именно поэтому Байер называют Неверкузеном, но над этим нельзя смеяться, потому что, так скажем, возможности у Байера и у Ювентуса, например, совершенно разные в плане подписания футболиста и так далее, и так далее. Но хотя бы против неосновной обороны Ювентуса надо было хоть что-то показать. Но Буффон так ни разу мяч из сетки не достал. Вообще этот матч запомнился больше не футбольными событиями, не тем, что происходило в самой игре, а то, что было внутри нее, но не касалось игрового процесса, а также произошло еще и после матча. То есть еще по ходу поединка к Криштиану Роналду выбегали несколько болельщиков, пытались сделать ним селфи, обняться. Он уже от второго уклонялся, просто потому что какие-то неадекваты бегут на него. И как смело заметила моя жена во время просмотра этого матча, а что если у них там шприц какой-то в руках или там еще что-то? Это весьма опасно. Вот Криштиану Роналду так просто стоять и ждать, как на него бежит какой-то непонятный человек, которого он не знает, первый раз в жизни видит. Что у него за мысли? Поэтому Криштиану от одного уклонился, а после матча один бежал с телефоном, чтобы сделать с ним селфи, бежал со спины Роналду, затем гнались стюарды, поэтому он на всей скорости попытался схватить Роналду за шею, чтобы быстро сфоткаться, тем самым сделал ему, во-первых, больно, потому что это никто не ожидал, Роналду не ожидал, что сзади кто-то подбежит и начнет тянуть его за шею, и, во-вторых, это глупо смотрится, по крайней мере. Поэтому, друзья, если у вас когда-нибудь будет мысль о том, что вот вы пришли на матч, где играет Криштиану Роналду, или Лионель Месси, или любой другой футболист, с которым вы очень сильно хотите сфоткаться, и это единственная возможность сделать это, то есть сейчас вот я встану и побегу на поле, быстро сфоткаюсь, и похрен, что будет дальше, забудьте об этом, не делайте это, не делайте, потому что это смотрится, ну, дико, это дикари только так могут делать. Если вы хотите автограф или фотку, ну, подождите возле стадиона, возле автобуса, нарисуйте какой-то плакат, ну, то есть как-то обратите внимание в цивилизованный способ, подойдите к гостинице, где живет команда, то есть найдите способ, но не делайте вот этого. Это какое-то, я не знаю, там, какое-то средневековье. А про шприцы так вообще забудьте, это я так просто ляпнул, не вздумайте этим пользоваться, никогда. Потому что если мы будем развиваться в таком векторе, то скоро все превратится в анархию, а потом футбол будет при закрытых трибунах, мы будем все это смотреть только по телевизору. Ну и переходим к группе Си, к самой интересной группе этой Лиги Чемпионов, я ее так называл на протяжении всего турнира и продолжу называть даже после его окончания. В этой группе Динамо Загреб в последнем туре принимал Манчестер Сити, и опасения Аталанта и Шахтера касательно этого матча заключались в том, что Динамо Загреб может обыграть немотивированный Манчестер Сити, и поэтому, как бы мы там ни боролись, ни пытались выяснить между собой, кто должен выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, Динамо Загреб может выскочить и опередить нас. Нас, я имею в виду Шахтер и Аталанту. Но эти опасения не оправдались, хотя Загреб первым забил против Манчестер Сити, но Сити приехал не полностью, так скажем, не основным составом. Они приехали достаточно нормальным рабочим составом, да, там было парочку молодых футболистов, но в остальном-то, например, Канцеллу нельзя же назвать там игроком дубля, Минди нельзя же назвать и так далее, и так далее, и так далее. Фоден тот же, он уже сыграл достаточно много минут и в Лиге Чемпионов тоже, поэтому там опытные ребята выходили, и молодые, которые уже имели какой-то опыт. Поэтому Динамо Загреб проиграл 4-1, несмотря на то, что забил первым. Пару моментов, которые я хочу отметить по этому поединку, это голевая передача Минди на Жезуса. Жезус, кстати, сделал хэт-трик. И вот эти передачи, вот подобные сильные фланговые передачи, не делал, например, Александр Зинченко, когда играл на месте левого защитника. Вот, вот чего ожидает Гвардиола от левого защитника своего. То есть вот чего не хватает Зинченко, но в то же время Зинченко вышел на замену в этом поединке и играл в центре поля. То есть вот те все догадки, которые мы тут догадывали в начале сезона, они постепенно находят свое подтверждение. Зинченко не будет основным левым защитником Манчестер Сити. Ну, или будет, но его готовят не под это место. Его готовят к постепенному переводу в центр поля. А это мы наблюдаем уже несколько раз в этой Лиге Чемпионов. Если я не считываюсь, против Шахтера он так отыграл какое-то время. И вот против Динамо Загреб он тоже отыграл на этой позиции. Поэтому Давид Сильва будет уходить в конце этого сезона. И вполне вероятно, Зинченко будет играть именно в центре поля. Ну, а что касается Загреба, то они провели хороший турнир, очень даже. И больше всего выгоды из этого турнира извлекли несколько футболистов. Например, Ольмо, воспитанник Барса, который приехал играть в Хорватию. Все так охренели, почему он вообще сюда приехал. Но все о нем узнали. Он заявил о себе и Гвардиола в очередной раз его упоминает. То есть он обратил внимание на себя со стороны Гвардиолы. Правильно я, по-моему, составил это предложение. Ну и, конечно же, Петкович, который заявил о себе в плане бомбардирском. И даже Барселона, были такие новости о том, что даже Барселона хочет подписать себе Петковича. В плане того, что они всегда хотят себе подписать дублера для Суареса. Но вот все они хотят и того, и того, и того, и того. Но редко кого подписывают. А если подписывают такого, как Паку Алькасар, то Алькасар сидит, сидит, сидит и все равно уходит. Поэтому это неблагодарная роль идти дублером Луиса Суареса. У тебя будет очень мало игрового времени. Ну а теперь перейдем к главному матчу этого обзора, собственно, и к, наверное, главному матчу этого дня в Лиге Чемпионов. Потому что он был самым напряженным и в нем решалось больше всего, чем в других поединках. В общем, Аталанта и Шахтер. Аталанта приехала в гости к Шахтеру. И начну я, пожалуй, с того, что даже в тот момент, когда у Аталанты было всего лишь одно очко после четырех туров, мы здесь проговаривали, что у Аталанты небезнадежные шансы на выход в плей-офф. Да, очков пока нет, но Аталанта это не явный аутсайдер. Это не Цервена Звезда, не Галатасарай. Это команда, во-первых, из топового чемпионата, которая в своей стране может обыграть любую команду. Абсолютно любую. Ювентус не исключение прошлый сезон Кубок Италии, смотрите. Поэтому то, что Аталанта может обыграть в последних турах и Динамо Загри, и Шахтер, этот вариант был вероятным. Очень даже. И поэтому сейчас, вот после уже окончания турнира, Шахтер и Динамо Загри должны кусать локти себе, что они сыграли друг с другом в две ничьи. И очень много очков потеряли именно друг между другом. Особенно пусть локти кусает Динамо Загри, потому что они упустили две победы. Они вели 2-1 в Харькове, и они вели 3-1 до 90 минуты у себя дома. Поэтому Загреб, конечно же, должен вот сейчас найти причину, почему они не вышли. И причина здесь не в том, что они не обыграли Манчестер Сити, а в том, что они не удержали две победы против Шахтера. А сам Шахтер этот решающий матч против Аталанты начал с двух привозов. С двух непонятных привозов. В чем причина? Никто не атакует. Какие-то непонятные передачи, непонятные обрезки. Поэтому изначально Шахтер показал себя как не до конца сконцентрированная команда. Это решающий поединок против сложного соперника. И ошибки нужно было убирать. А ошибки сразу начали проявляться. Это хорошо, что Аталанта сразу не использовала эти привозы. Сама Аталанта играла, понятно, по их схеме 3-5-2. И против этой схемы есть несколько вариантов противодействия. То есть ты должен либо, как Барселона, вот против Интера, сыграть в такую же схему и просто на индивидуальных дуэлях выиграть поединок. Выиграть себе личные дуэли, которые дадут потом пространство. Это первый вариант. Второй вариант. Ты должен сыграть с дополнительным футболистом в полузащите в атаке. То есть то, что делала Барселона в первом матче против Интера, когда они обыграли Интер, когда во втором тайме перевернули игру, когда Видаль вышел на место десятки и стал четвертым футболистом в группе атаки. То есть вот так можно еще обыграть команду, которая играет по схеме 3-5-2. То есть нужно создать преимущество в определенной зоне. Либо же то, что делал Шахтер, он выбрал третий вариант, это создать преимущество на флангах. Потому что команда, которая играет 3-5-2, у нее есть проблемы с флангами обороны, в том плане, что у них есть латерали. Но латерали это не крайние защитники. Поэтому нужно постоянно быть в той зоне, в зоне, где не хватает игрока обороны Аталанта, чтобы потом создавать там преимущество. Это мы видим по позиции ТТ. Например, ТТ играл очень высоко и практически не возвращался в оборону. То есть у него была задача только одна, быть в этой зоне, и ему туда отдадут мяч на пространство. Это работало первые полчаса, потому что Аталанта не думала, что Шахтер, ну, по сути, пожертвует одним футболистом атаки, который не будет работать на оборону и будет играть настолько высоко. Поэтому в первые полчаса ТТ имел там действительно преимущество и получал мячи на свободном пространстве. Создал один момент для Мараеса. Самый голевой момент Шахтера в этом матче. Легальный голевой момент. Ну и, в принципе, еще было несколько заходов, но эти заходы не закончились голевыми эпизодами. И голевыми даже моментами. Но что более важно, как мне кажется, Аталанта сумела потом перевести игру, во-первых, в центр поля, в средний третий мяч был практически 50% времени. А в третье поле Аталанты, в атакующей третьей Шахтера, мяч провел только 22% времени. То есть Аталанта на чужой половине и возле чужих ворот была больше времени, чем Шахтер возле чужих. А понимаете, Шахтер доминирующая команда. Шахтер – это команда, которая должна была забрать мяч и создавать моменты. А мяча возле чужих ворот было не так уж и много. То есть нужно зафиксировать, что в борьбе за, так скажем, навязывание своего стиля игры сопернику выиграла Аталанта. Это говорят цифры, это говорят факты, и сам Каштур говорит после игры, что мы не выглядели как команда, которая доминирует. Это дословная цитата, практически дословная цитата. Поэтому Аталанта навязала Шахтеру свою игру. Зафиксируем этот момент. Теперь следующее. Конечно же, один из главных человеков, о котором шли разговоры после матча, это был, конечно же, судья, который повлиял, по мнению многих, на исход поединка. Давайте по порядку будем разбираться. Во-первых, гол Шахтера, который был незасчитан. То есть там уже после матча начали скидывать все в одну кучу. Просто не разбираясь, просто насыпаем, 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 критикуем, критикуем. Гол, который незасчитан был в исполнении Виктора Коваленко. А там было вне игры, вне игры плечом. Плечо – это часть тела, которой можно забить гол. Мы это уже смотрели кучу раз в этом сезоне. Особенно если мы смотрим чемпионат Англии, либо чемпионат Италии. Там это рисуется очень даже неплохо. Поэтому здесь вне игры есть. Раз уж мы по букве закона пока живем в футболе, и раз уж пока не принято правило, которое предлагает на президент УЕФА, что эти самые офсайды 10-20 сантиметров можно разрешать, пока что правила вот такие. Поэтому офсайд здесь есть. Здесь графику нарисовали, поэтому спорить не о чем. Ну, нет смысла здесь критиковать арбитра, потому что вне игры есть. Следующий важный момент у Шахтера в этом матче было по одному голевому моменту в каждом тайме. Все, всего лишь по одному голевому моменту. В первом тайме ТТ отдавал на Морайса, и Морайс пробил головой над Галине. Галине успел потащить, поднять руку. Во втором тайме Морайс еще получил один выход на Галине, но и то это было офсайд. То есть он его все равно не забил, но это даже моментом считать нельзя, потому что был явный офсайд у Морайса. Итого получается, что даже не по одному моменту в каждом тайме, а один момент за матч в решающем поединке группового этапа у себя дома. Один легальный голевой момент за матч. Этого маловато. Дальше. У Шахтера был только один шанс, на самом деле, чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов по такой игре. Это, конечно же, удаление Муриэля. Удаление обязано было быть, потому что Муриэль пошел в подкат. Подкат, так скажем, непонятно зачем. Он не умеет это делать. Это когда мы говорим про нападающего в обороне, как обезьяна с гранатой. Вот Муриэль прибежал назад, попытался помочь и завалил Додо, если я не ошибаюсь. Это стопроцентная вторая желтая. Вопросов даже быть не может. То есть это удаление, которое помогло бы Шахтеру выйти в плей-офф. Это очевидно. Они бы точно сыграли минимум в ничью 0-0, а возможно талант бы раскрылся, и Шахтер даже бы в конце забил гол. Но удаление не случилось. Почему? Я не знаю. Я не знаю. Удаление здесь есть стопроцентное, но возможно попытаемся как-то понять логику суди, сейчас притянуть что-то за уши в плане того, что если бы это был защитник, то тогда бы удаление было точно. Потому что это работа защитника. Отбирать мячи он отобрал нечисто. Возможно судья подумал, что нападающего за вот этот грех удалять типа нельзя. Но это слабая логика на самом деле, потому что удаление здесь было. Вторая желтая Муриэля была, потому что неважно, кто выполняет подкаты. Защитники или нападающие. Подкат есть подкат. Подкат сзади, подкат не в мяч. Это желтая. Но я пытаюсь хотя бы как-то понять логику принятия решений у суди. Почему он дал здесь, здесь не дал и так далее, почему он не удалил Муриэля. И вот кроме того, что он решил не наказывать жестоко нападающего за неудачную игру в обороне, мне больше ничего в голову не приходит. Возможно это был аргумент. Ну кроме того, он не хотел, возможно, удалять вообще футболистов в этом решающем матче. Но тогда почему он удалил сразу до-до? Тут, конечно же, вопрос остается открытым. Но вот это нас засудили, чтобы, ну чтобы что? Ну чтобы что нас засудили? Поэтому это не мои методы. Я пытаюсь найти хотя бы какую-то логику в решениях. Но логики конкретно здесь я не нахожу, потому что удаление должно было быть. Не важно, это защитник или нападающий делает такой подкат сзади, не в мяч. Идем дальше. Удаления нет, окей, окей. Аталанта, конечно же, доминирует в плане того, что они не дают доминировать Шахтеру. Это тоже очень важно. Это итальянская команда. Она не дает играть сопернику, не дает показать ему свои сильные стороны. И вот тут гол Аталанта. Аталанта забивает. Момент примерно такой же, как говорят, как думают многие. Примерно такой же, как и момент с отмененным голом Шахтера. Но нет, потому что здесь тоже графику нарисовали. Здесь все видно. И мы же с вами смотрим АПЛ очень много. И здесь есть конкретный пример того, что здесь офсайда не могло быть. Потому что даже без графики уже сразу было понятно, что там офсайда нет. Потому что мы понимаем, что камера снимает под углом. Линии не так, как мы думаем, должны располагаться. Они будут нарисованы немного по-другому, потому что камера снимает под углом. Есть же четкий пример. Пожалуйста, матч Ливерпуль-Манчестер-Сити не так давно. И как забивал Салах. Со всех телевизионных камер видно, что это офсайд. Но камера снимает под углом. Поэтому, когда там порисовали линии правильно, в соответствующей проекции офсайда там не было. Там даже был небольшой запас у Салаха. Хотя по телевизионной камере там точно офсайд. Поэтому здесь лучше задавать другой вопрос. Но офсайда здесь нет. Потому что пятка Кривцова была чуть дальше, чем самая передняя часть Александра Гомеса, которой можно забить гол. Просто не повезло Кривцову. Буквально полсекунды разницы и уже был бы офсайд. Но его здесь нет. Лучше задавать другой вопрос. Каким образом мяч проходит через твою вратарскую площадку, минуя всех защитников? Вот этот вопрос надо задавать. Надо задавать вопрос, почему Андрей Пятов пропускает уже 23 матча подряд в Лиге Чемпионов. Вот этот вопрос надо задавать. А то все смеялись над Акинфеевым, но так вот еще парочка-троечка сезонов и Пятов будет близок к его антирекорду. Поэтому вот этот вопрос. Почему мяч так проходит? Почему Кастань с дальней штанги играет мяч в центре вратарской площадки Шахтера, а все защитники просто смотрят? Вот этот вопрос. Идем дальше. Удаление Додо. Удаление, которое было. И удаление Муреля тоже было. Вот почему здесь не удаляют, здесь удаляют? Вопрос остается открытым. Но удаление Додо стопроцентное, потому что отмашка была, отмашка, которая была видна боковому судье и на всех повторах тоже видно. Он слишком уж активно начал отмахиваться, потому что его Госсенс, ну не то чтобы спровоцировал, но итальянцы так играют в отборе. Он закрывал мяч корпусом, плюс расставлял руки в стороны и Госсенс касался рукой лица Додо. Но отмахиваться не надо было, потому что счет 1-0 не в пользу твоей команды. До выхода в плей-офф один гол. Стерпи. Пропусти это мимо себя. Разозлись на соперника, но не начинай его бить в ответ. Не надо было. Это было детское решение Додо. Это было удаление, после которого уже стало понятно, что вряд ли что-то у Шахтера будет получаться. Потому что Малиновский вышел у Аталанты, то есть появилось еще и дальнобойное, так скажем, оружие. Но Малиновский не забил сам, он отдал голевую со штрафного. Со штрафного, который практически угловой. И вот здесь второй важнейший вопрос к обороне Шахтера. Все играют, я так понимаю, в зону. В зональную оборону при угловых и вот при вот таком штрафном, потому что это практически угловой. Нет никого на ближний штанг. Все понимали, ну абсолютно все, что Малиновский будет бить в створ с расчетом на рикошет. Он не будет делать подачу, это не его методы. Ведь вы же сборники, вы все играете с Малиновским, вы знаете его манеру исполнения. Почему никто не играл? На ближней штанге. Окей, не играйте на ближней штанге, следуйте современным тенденциям. Кто-то должен играть, так скажем, в районе ближнего угла. И это был Тайсон. И в момент удара Малиновского по мячу со штрафного, Тайсон дергается в другую сторону. Он идет не к воротам, не к направлению, к мячу, а уходит. Он идет, я так понимаю, за соперником, который начинает бежать на ближнюю штангу. И Тайсон, он упускает свою зону, он мог здесь сыграть мяч, он должен был сыграть его. Но он уходит из этой зоны. И опять же, все защитники смотрят, как второй гол Аталанта забивает и с пределом вратарской. Это важнее, это намного важнее всего остального. Вот эти вопросы надо задавать. В первую очередь, когда вы пытаетесь найти ответ на вопрос, почему Шахтер не вышел в плей-офф Лиги Чемпиона. Почему он не вышел из этой группы. Дальше. Шахтер был в меньшинстве. Каштур сказал после игры, что они перешли на схему 3-3-3 без одного футболиста. И он сказал, что, в принципе, большего сделать было и нельзя. Потому что можно было выпустить, например, Дентиньо четвертым игроком в атаку, потому что надо искать где-то голы. Но тогда бы пришлось снимать одного игрока из полузащиты, и схема была бы 3-2-4. Два игрока в полузащите, это постоянные провалы и контратаки от Аталанты. Поэтому это ничего бы не дало. Поэтому Каштур, собственно, сказал, что после 2-0 он уже понимал, что ничего не будет. Шахтер попытался пойти в атаку, нашел два дальних удара опасных. Один даже коснулся перекладины. Но это были дальние удары, их забить весьма сложно, и поэтому надо было забивать их оба. То есть должно было опять повезти Шахтеру неистово. Как в Загребе им повезло, так должно было повезти и здесь. Но везение, как говорят, уже кончилось. На самом деле оно не то, чтобы кончилось, просто невозможно, невозможно практически в каждом матче группового этапа забивать внезапно непонятные голы на последних минутах. Поэтому 2-0 должен был быть счет, но Тарас Степаненко еще и совершил третью ошибку Шахтера в этом матче. Я связываю это только с усталостью, потому что смеяться над ним, так скажем, унижать футболистов, как многие любят, за такие простые ошибки здесь нельзя. Потому что человек отыграл полтора часа против Аталанты в центре поля, где у него не было численного преимущества. Он старал, он бегал, бегал, бегал. Он банально устал, он посмотрел на дальнюю штангу, там нет никого, а на вратаря не посмотрел. Он не подумал, что там может быть еще один игрок Аталанты. 3-0 это много, 2-0 было бы справедливее, но неважно. Шахтер не выходит из этой группы, он выходит в Лигу Европы. И глобальный вывод заключается вот в чем. Не совсем приятный вывод для болельщиков Шахтера, но я вас к этому подводил на протяжении всего группового турнира. Шахтер, так скажем, по справедливости он не должен был выйти из этой группы, лишь по причине того, что ни в одном матче они не были сильнее своих соперников. Ни в одном. Некоторые поединки сыграли на равных, но они не переиграли Аталанту по суммарному количеству голевых моментов за два матча. Вообще не переиграли. Там еще и Ильичич пенальти не забивал в первом туре. Потом они не переиграли Манчестер Сити, это понятно, но Сити домашний поединок провел, так скажем, полу спустя рукава один тайм, так точно. И это позволило Шахтеру даже взять одно очко на эти ходе. Но и они не переиграли Динамо-Загреб на протяжении двух матчей. Они уступали в счете практически постоянно. В этом противостоянии только в Загребе они повели, по-моему, даже дома они повели, но это недолго все длилось. То есть Загреб отыгрывался достаточно быстро и потом даже уходил в отрыв. И тоже они имели больше голевых возможностей. И вот эти голы на 90 плюс 5 против Аталанты, 90 плюс 3, 90 плюс 8 против Загреба. Это все могло принести выход в плей-офф, но он был бы нелогичен. Футбол часто нелогичная игра, но в данном случае места в квартете распределились абсолютно логично. Тренер Шахтера Каштру сказал после игры, что мы проиграли не из-за вара. Нет, мы проиграли из-за меня. Виновник есть только один, Луиш Каштру, сказал он. И это не потому, что он хотел показаться рыцарем. Нет, просто это из-за того, о чем мы говорили выше. Что ошибки были во многих аспектах. И Аталанта не дала доминировать Шахтеру. Аталанта связала Шахтер по большей части по рукам и ногам. Шахтер ошибся в обороне в моменте с каждым голом. Поэтому валить все на одну ошибку судьи за полтора часа, хотя она и могла принести Шахтеру результат, это по меньшей мере, ну так скажем, не совсем честно по отношению к самим себе. Все-таки у нас было полтора часа, чтобы что-то показать. А мы ничего не показали. Поэтому попадание Шахтера в плей-офф Лиги Чемпионов, повторюсь, было бы не совсем справедливым, не совсем логичным, исходя из всей статистики на протяжении шести туров этого группового этапа. Но ничего же страшного не произошло. Вообще ничего страшного. Шахтер идет в Лигу Европы, где у них будет больше шансов побороться и за трофей. Да, конечно же, денег будет меньше заработано. Но при этом команда поборется с очень хорошими коллективами рано или поздно, потому что я не думаю, что Шахтер будет сливать Лигу Европы, например, потому что каким образом, вообще в чем смысл украинскому коллективу сливать Еврокубок? Как бы, а где это мы так устаем? Где это у нас такие борьба в чемпионате, борьба за кубок и так далее, и так далее? Нет, надо бороться и за Еврокубок, и поэтому у Шахтера там будет даже больше шансов. И это их нынешняя лига. И в этом нет ничего страшного. Лига чемпионов все-таки не покорилась ни одной команде, ни из топ-чемпионата. То есть этот групповой этап подтвердил ту истину, которую я вам твержу здесь каждый божий год. Что Шахтер может не проиграть Манчестер-Сити. Зенит может обыграть Леон. Славия может не проиграть Интеру и Барселоне, между прочим. Потом, не знаю, там и так далее, и так далее. Брюге может обыграть Мадридский Реал. Это все есть. Но время расставляет все по своим местам. Всех по своим позициям. И ни одна команда не из топового чемпионата не вышла в плей-офф Лиги Чемпионов. Кстати, впервые в истории. Обычно хотя бы кто-то цеплялся. Сейчас вообще никого. Вообще. Только англичане, немцы, итальянцы, испанцы и две французские команды, которые я никогда не назову командами из топ-чемпионата, потому что Франция таковой не является, но во Франции есть топ-команды, которые готовы, могут приглашать хороших футболистов из Европы. Не так, как турки приглашают уже, так скажем, сбитых летчиков, а вполне себе. Мемфис Де Пай за Леон играет и очень даже удачно. И вывел, кстати, команду в плей-офф Лиги Чемпионов. И капитан там сейчас. И вообще. А ПСЖ, само собой, деньги позволяют решать многие вопросы. Поэтому все бедные клубы, все клубы не из топ-чемпионатов, не вышли в Лигу Чемпионов. А группа Си по итогу только подтвердила свой статус самой крутой группы этого розыгрыша Лиги Чемпионов. Потому что там в плей-офф вышла команда, которая взяла свое первое очко только в четвертом туре. Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов будет в понедельник, 16 декабря. Днем стрим, конечно же, планируется. Я думаю, что мы здесь далеко не соберем Олимпийский, потому что время, так скажем, не совсем удобное. Но зато мы первыми обсудим итоги этой жеребьевки. Сразу же в прямом эфире ждите анонс стрима скоро на канале. Наверное, он будет либо в понедельник с утра, либо, возможно, в воскресенье вечером. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить, чтобы не опоздать. А на этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам нравится. Комментируйте все то, что вы сегодня услышали. Но самое главное вы знаете. Играйте футбол.